На этой неделе общественность, причем не только нашего региона, потрясла ужасающая история двойного убийства в Губкине. Мужчина, ранее уже отбывавший срок в местах не столь отдаленных, жестоко расправился со своей сожительницей, а позже и с ее сестрой. Появились новые подробности трагедии, какие именно в рубрике происшествия расскажет мой коллега Михаил Перетокин. Здравствуй, Миша. Что известно о причинах трагедии, я даже представить не могу, что может толкнуть на такой поступок. Почему житель Губкина совершил свое жестокое злодеяние, остается загадкой. Да, именно жестокое, потому что со своими жертвами он расправился с помощью ножа. Показать кадры оперативной съемки мы не сможем, поскольку все материалы дела сейчас находятся в Следственном комитете, причем в федеральном. Известно, что одной из жертв стала адвокат-звоумышленника, ранее защищавшая его в суде. Миш, получается, что женщина влюбилась в преступника? Ну, какой-то стокгольмский синдром? Ну, не совсем, потому что он не был ее мучителем. Первый свой срок злоумышленник получил за то, что отрезал ногу предыдущей сожительницы. Что? Ну, слов нет. Да, но несмотря на это, ослепленная любовью адвокат все равно дождалась своего возлюбленного из тюрьмы, однако быть долго вместе им было не суждено. В конце января тело женщины нашли в квартире, где она жила вместе с подозреваемым. Его второй жертвой стала сестра погибшей. Она, как любой здравомыслящий человек, была против союза с явно неуравновешенным, на почве чего часто и возникали ссоры. Мужчина заявился в ее дом, где вновь пролил кровь, и там же был пойман сотрудниками полиции. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Губкино, Белгородской области, в кратчайшие сроки задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры. В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение. Слушай, Миша, ну я думала, что такие истории можно только в страшном кино увидеть. Кровь станет в жилах. Серьезно.